Население 5 миллионов Вы знаете, я... Ну, сказать, что его не будет, ну, наверное, глупо Сказать, что оно будет, я не могу, потому что я реально понимаю, что в городе творится Ну, в Севастополе, да Во-первых, ну, давайте помечтаем с вами 5 миллионов населения в Севастополе Хорошо, у нас есть возможность обеспечить всех водой? Нету, нету Извините, дерьмо, куда мы будем девать? КНС еще не построены, да? Еще нету их Нету Южный, где? Южный Обещают, там тоже ложь идет, обманы, все остальное Далее Вот смотрите, что Ну, настроим мы жилье Давайте мы небоскребы настроим Да, современный европейский тип Там, ну, с той этажей у нас не хватит У МАЭС сообразительные все построить Будут строить 20-30 Настроят клетки Но эти 50 миллионов надо разместить Ой, 5 миллионов, извините Давайте так Дороги в центре города Это надо даже Потому что там в Риду построили Это не факт, что по городу Можно будет разъехаться Этому всему населению Даже на Фиоленте Даже в Камышах Даже в центре города Даже в Нахимовском районе Или где-то на северной стороне Ну, это нереально Ну, то, что да Далее Давайте мы будем исходить из того, что А откуда эти 5 миллионов возьмутся? У нас население в России 144 миллионов Севастополя Увеличилось за счет демографии Ну, за счет вожидаемости Нет За счет приезжих Гастарбайка За счет приезжих Я даже как-то Возновлю свою бубликацию Сейчас, Василий Пару, где ничего? Я задал вопрос пока То есть нет у нас демографии Значит, эти 5 миллионов Ну, пусть у нас миллион уже здесь 4 миллиона еще приедут Севастополя А еще будут ехать в Крым А куда они будут ехать? То есть они Приедут с других регионов России А кто там будет жить И кто там будет развивать экономику И все остальное Никто не будет там Никто не будет Люди бегут за этих Богом забытых городов уже Просто бегут Так вот можно не рассматривать Укропление Укропление городов и областей А наоборот надо рассматривать Чтобы тем людям Которые жили на селе Создать все условия Как это было при Советском Союзе Строить жилье Садики Ну, никто же этого не делает Ну, значит люди этого не хотят Ну, к сожалению Это раз Второе Вы говорите Принять 4 миллиона Население увеличится Им что, бесплатно Всем живет Я думаю, что они самостоятельно Будут приезжать в Северов Это категория Одна из категорий Это северяне Которые Ну, в общем, вы сейчас Заработали денег Подняли вопрос Нет, каждый у меня право Жить там, где он хочет Да Не вопрос Раньше мы ехали на севера На заработки Даже Теперь куда едут люди Или на прииски Теперь едут сюда А кто работает здесь Будет и обеспечивать их Ну, пенсия у них А рабочих мест нет Ну, тут Поймаете Вопрос Идиотический Я бы сказал Понимаете Он пахнет просто Профанацией Я не знаю Чем там Идиотизмом Дебилизмом Понимаете Ну, давайте мы возьмем Вот эту комнату Мы сюда можем с вами Загнать тысячу человек Чем они дышать будут Куда они в туалет Один туалет на всех, что ли, будет Один кран на всех Без душа Без условий Ну, Москва Посмотрите Москва Сколько там в Москве 12 миллионов Неофициально Миллионов 25-30 Больше Говорят, что Под 50 уже Блин Ну, и кому они там нужны Это что Ну, понимаем Ну, тем не менее Процесс этот идет Севастополь ухана Это мое личное мнение Севастополь надо Закрывать Вот это мое личное мнение Закрыть От 3 до 5 лет Навести порядок Сделать генплан Проработать С умом Только не с технократами На которых возбуждают Уголовные дела Сажают И там Все остальное А именно Чтобы было Правительство Севастополя Именно хозяин города был Чтобы именно Работали в архитектуре Города Специалисты А не те Которые вон приезжают Которые в Европе Да нафиг мне Это Европа Блин Понимаете В Европе Папа 1 Это как это Родитель 1 Родитель 2 Трансвеститы Трансвеститы Педофилы И все остальное Вы что хотите Чтобы у нас Это было Что ли Так оно у нас И так уже Есть как Изглавится Не знаю И зачем Европейские ценности Когда я хочу Есть Редьку Я хочу Есть Этот самый Хлеб Хороший Домашний Не из того Дерьма Которое мне Правительство Медведев Предлагает Жрите То что Животные Не едят А пальмовое масло Оно меня Не устраивает Я забыл Вообще Вкус масла Сливочного Если так Честно Вызовите Чем-то Рубь О чем Мы говорим Давайте Мы в Севастополе Порядок Наведем Мне вот Реально Все что Будут обо мне Думать Мне все равно Ребята Если вы Все такие Деловые Вы скажите Вы что В свой дом В свою квартиру Будете пускать Всех с улицы И соседей Что мне Тут по ушам Тираете Блин Уже надоели Эти разговоры Потому что Когда начинаешь Обсуждать Ну вы приехали В осень Ну не борзейте Че вы сюда едете Ну нет Вы видите Ситуацию Понятно По телевизору Показывают Ваше правительство Севастополя Там сказки Поет Те которые Принимают Отчеты Передают Эти отчеты Дальше На самом деле Эта ситуация Фактически Хреновая У нас что Губернатор Принимает Клятву Присягу И он Клянется Что Благосостояние Жителей города Будет улучшаться Ну к сожалению Доволить его уже давно Пора Потому что Благосостояние Ухудшается Сергей Анатольевич Вы смотрите За последнее время Буквально За 2-3 месяца Правительство Родило Несколько Проектов Крупных Это строительство ЭВС И сейчас Бурно Обсуждается Строительство Крематорий В городе Севастополь То есть Не производство Развивается А идет Динамика Такая СИЗО Крематорий Расширения Кладбища Ну я так понимаю Надо освобождать Местных Кого сажать Кого сжигать Это я поюрничал Конечно И у нас Еще два Балаклава Грин Два производства Еще развилось Одно Производство Производство Картонных Гробов Которые А второе Производство Кислорода Вот все Производства Которые За 7 лет Появились Вы меня не услышали Не могут Технократы И люди Которые Никогда Не работали Что-то Сделали Не имеют Никакого Опыта Кроме Барыжничества Менеджеров Купил Продал Или там Акции Почитал Но никогда Они не смогут Поднять Производство Понимаете В чем Но нет Они не восстановят Профессиональные Технические Условы Училища Они не Создадут места Для этих Ребят Которые нам Нужны Те же строители Сладчики Токаря Проблема С ними С фрезеровщиками С малярами То есть У нас Реально В Севастополе За всю Россию Говорить не хочу И не буду А в Севастополе Конкретно Очень серьезные Большие проблемы С специалистами Именно Со сладчиками Специалистами И те Готру Курочки Есть Именно С фрезеровщиками Это проблема С токарями Проблема Маляра Даже Электроматачники Специалисты Тоже Проблема Поймаете И ряд И ряд И ряд Других Профессий И специальностей Не дай бог Чтобы у нас Вообще Землетрясение Еще было А кстати Коснусь Землетрясения Хочу сказать Что Общался С старожилами Они говорят Что В корму Землетрясение Происходит Один раз В сто лет Примерно В сто лет Это Это Двадцать седьмой год Фактически Выбодает Ну Двадцать седьмой год Я не знаю Доживу До двадцать седьмого года Или нет Но Мои дети И многие Я надеюсь Будут живы Но я не хотел Чтобы они Жили хуже Чем я И их затруднили Какие-то Катастрофы Каждый родитель Думает о своих Детях И чтобы они Жили благополучно Нормально Не так Как чтобы Золотые унитазы Там Золотая молодежь Она Меня лично Она не устраивает Мы уже видим Деградацию В детей Полностью Для того Чтобы нам Исправить ситуацию Нам вообще Понадобится Я не знаю Мне трудно сказать Я не специалист В этом плане Но лет пятьдесят За тридцать лет Уничтожили молодежь Уничтожили общество Но строить Его гораздо сложнее На Сталина Нету Поэтому я думаю Что Понятно Сергей Анатольевич В завершении Нашего разговора Какие планы У общественной организации На наш город Герой Севастополь На ближайший Так сказать Совет Что будет Какая будет Конкретика И какие Серьезные вопросы Будем рассматривать И За что будем Колосовать Что будем делать Ну первое мы рассмотрим На среде общественного движения Не общественной организации Общественное движение Значит Мы рассмотрим От Алтабаева От Ерпишо По законам Тоже там Значит Мы еще раз Проанализируем Письма Которые получили У депутатов Зарсобрания Мы подготовили Уже Ряд Писем Прокуратуру Вот Обращение Чтобы дали Правовую оценку И еще готовим Значит Будем обсуждать Вопрос По ИВС Значит Мы будем обсуждать Вопрос По Утаву Наверное По Утаву Мы уже давно Начали действия Но мы не нашли поддержки У депутатов Зарсобрания То есть Они не реагируют Нет Нет Не реагируют Поэтому есть Ряд набросов Которые бы Я не хотел бы Сегодня озвучивать И зачем Всем знать Что мы хотим Сделать Это наши Пусть приходят Вступают В общественное движение Кто не безразличен Кто за город Патриоты Только стукачи нам Не нужны Эти прилипалые Как попутчики И нам не нужны А те люди Которые реально Хотят Изменить ситуацию Которым не безразлично Судьба города Судьба их семьи Детей и внуков Мы ждем всех И готовы Со всеми общаться И Единая Россия И Единая Россия И Единая Россия Не должны Занимать Какие-то Посты Городи Вообще Я поднял Я довольно На путь И все Вот это Допустим Должен быть На краю Много Больше Чем в Севастополе Видято То есть У нас Уменьшили Но все Сделано Для севастопольцев Никто ж не спорит Редактор субтитров А.Семкин